Одним из крупнейших инвесторов в Казахстане на протяжении 25 лет остается всемирно известная корпорация Chevron. Накануне визита президента нашей страны в США руководство этой энергетической компании вспоминает о начале развития сотрудничества с Казахстаном и подводит итоги так и называемого ими рискованного проекта. Подробности в репортаже нашего собственного корреспондента в США Майраб Драхмановой. Всемирно известная компания Chevron пришла еще в Советский Союз, но закрепилась в Каспийском регионе. Сегодня это крупнейший инвестор в Казахстане с обширными планами своего присутствия в нашей стране. 123 миллиарда долларов США. Инвестиции корпорации Chevron в Казахстан, включая выплаченные налоги в бюджет страны и закупки у местных товаропроизводителей, впечатляют. Ведущая энергетическая компания мира поверила в успешное развитие Казахстана и в 1993 году создала с нашей страной совместное предприятие Tengiz Chevroil. Через три года она вошла в Каспийский труопроводный консорциум. В Алматы, Астане и Атарау открываются первые автозаправочные станции международного стандарта. Chevron приступает к разработке крупнейшего нефтегазового месторождения Карачаганак. И это все происходило в начале 90-х, когда в Казахстане только зарождалась рыночная экономика на фоне неопределенности в том, как дальше развивать нефтегазовую отрасль без централизованного планирования. Это означало, что в условиях нехватки собственных средств данной сфере нужны будут прямые иностранные инвестиции. Президент Назарбаев сыграл важнейшую роль в успехе нашей деятельности в Казахстане. Оглядываясь на 25 лет назад, я понимаю, что президент Назарбаев и мой предшественник Кеннет Дер взяли на себя большие риски. Президент Назарбаев рискнул довериться Chevron, а Chevron пошел на риск инвестиций в новую страну. И я думаю, что нам всем очень повезло, что два этих человека смогли поверить друг другу, смогли поверить в общий успех. На протяжении всех этих лет президент постоянно оказывал поддержку Chevron и нашим партнерам с тем, чтобы разработка Тенгиза и наша деятельность в Казахстане были успешными как для страны, так и для компании. О риске в начале работы Chevron в Казахстане Джон Уотсон говорил и во время недавней встречи с Нурсултаном Назарбаевым. Он поблагодарил главу нашего государства за успешное партнерство и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Применяя инновационные технологии, американской корпорации удалось не только провести разработку сложнейшего месторождения, но также повысить уровень безопасности труда, охраны окружающей следы, инвестировать в социальные проекты. Поддержав призыв главы государства, Chevron помогает диверсифицировать экономику нашей страны. С 2003 года компания владеет и управляет Атераусским заводом полиэтиленовых труб. Новые технологии используются в системах отопления и горячего водоснабжения. Несмотря на глобальные экономические проблемы, компания намеена и дальше инвестировать в новые проекты вокруг казахстанских месторождений. В июле 2016 года Chevron и партнеры объявили о принятии окончательного решения по финансированию проектов расширения производства на месторождении Тингиз, где будут внедрены новые технологии закачки газа и установлена система повышения давления для поддержания уровня добычи. Получение первой нефти запланировано на 2022 год. Мы убеждены в том, что Казахстан ждет большое будущее. Лучшим доказательством нашей уверенности в этом является новый проект по дальнейшему расширению производства на Тингизе. Этот проект стоимостью 37 миллиардов долларов будет реализован совместно с нашими партнерами, и он принесет большую пользу Казахстану в виде создания новых рабочих мест, повышения инвестиционной активности и увеличения добычи нефти. Мы думаем, что это позитивный момент как для компании, так и для Казахстана. Я хочу поблагодарить наших партнеров, президента Назарбаева, правительства и народ Казахстана за доверие и поддержку в течение последних 25 лет и, надеюсь, многих лет в будущем. 25 лет успешного сотрудничества с крупнейшей компанией мира доказывают верность курса президента Назарбаева, который, несмотря на очевидные трудности в первые годы независимости, лично сумел убедить иностранных инвесторов в надежности Казахстана в качестве равноправного партнера, обеспечивающего благоприятный деловой климат. Майра Драхманова, Ренат Садыров, Хабар, 24, США.